Так, простите меня, простите, у меня, как всегда, стоит мне выйти в эфир, как меня обязательно, кто-нибудь, обязательно, прям обязательно, обязательно кто-нибудь, да, выбьет из него. Это прямо у нас уже такая тенденция, поэтому... В общем, что я вам подготовила? На самом деле я не смогла в своей нарнии под названием «Склад» найти вам... Привет, привет, Ленечка, да, приветик, я не смогла вам найти всего три лампы, я не смогла вам найти лампу стандартную Уфку, я не смогла вам найти первую светодиодную лампу, ибо что-то мне подсказывает, что так она была сломана, я её всё-таки выкинула, приветик, и не смогла вам найти... Да, привет, верхний пышмы, да-то, здравствуйте. И не смогла найти свой кристалл, но вот кристалл точно где-то в районе Нарнии под названием «Склад». Нет, вообще не обиделась, мне просто привет. Привет, ты что, почему я должна обидеться? Вы не подумайте, я вообще... Привет, да. Давайте соберёмся, кто тут со мной будет. Анка у меня убежала, вот она присоединилась. Анюточка, привет, мой хороший, ещё раз. То есть ты в Москве. Анют, 25-го. Ань, 25-го будем, в воскресенье. Да простят меня дачники. 25-го, и будет Света приедет. Света приедет, и мы вообще тут зажжём. Это мы сейчас попозже сделаем такое объявление. Мы определились, главное, со Светой, с датой. Вот. В общем, давайте поговорим о наших лампах, о том, с чего всё начиналось и с чем всё заканчивалось. Я не буду брать 10-летие... какой даже? 12-летние лампы, 9-ти ватки. Всё начиналось с лампы, в которой была всего одна лампочка, ультрафиолетовая, 9-ти ваттная. И когда-то давным-давно... Спасибо. И когда-то давным-давно мы действительно моделировали ногти в таких лампах. 36-ти ваттные, да, как это нынче говорят, они были нам недоступны, стоили каких-то бесконечно больших денег, и до неё приходилось действительно копить. Стоили они в районе, там, 100-200 долларов, и казалось, что это какие-то баснословные нереальные деньги. Ну, по крайней мере, в то время, когда я начинала. Это стоило неадекватно дорого. Следующим этапом после всего этого стали пигментированные... В Инстаграме он не сохраняется. О, бля. Да, копила на детскую мечту. В общем, собственно, следующим этапом были мощные лампы, и их начали делать китайцы, и они стали, соответственно, намного дешевле, более доступные. И китайцы, собственно, делали и ультрафиолетовые лампы, непосредственно которые вставляли в эти лампы, да, как бы в основы. Первые лампочки, они, скажем так, наши уфки разделялись на два типа. Были так называемые уфки Philips, фирмы, да, которые действительно сушили очень здорово, очень круто. Они ставятся до сих пор в такие лампы, как компания Креатив, они ставят Philips-овские лампы, и, как говорится, все остальное. Вот все остальное, с каждым годом все удешевляется, 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 и теперь там обычную ультрафиолетовую лампу можно купить там рублей за 800, не знаю, там за 600 на Алиэкспрессе, наверное, можно найти, купить. В общем, стали они совсем... Привет! Стали они совсем дешевыми, доступными, как бы все здорово, круто, но... Рынок ламп подстраивается под материалы. После того... Привет! После того, как вышли гель-лаки, да, гель-лаковая система, она стала более пигментированной, нежели обычные, там, биогелевые системы, да, гели. Они были все равно, так или иначе, все полупрозрачные, структурных цветных гелей не существовало, существовали только цветные гель-красочки. И, собственно говоря, 550 рублей вся топа стоит. Собственно говоря, после этого вышли светодиодные лампы первые. Кто-нибудь, наверное, помнит, может быть, кто-то до сих пор на них работает. Они выглядели как банан, такой бананчик. И в них стояли вот такие светодиодики, кругленькие. Кругленькие светодиодики, она была вся усыпана этими светодиодами. Это так называемый длинный луч. Длинный луч, здорово, все супер. Они были рассчитаны, кажется, на 15 тысяч часов. Собственно говоря, такая лампа у меня была, заказывала я ее давно-надавно с Алишки. Там, собственно говоря, ее первый раз в жизни увидела. Тогда даже это был не Алиэкспресс, Алиэкспресс еще не существовало. Был совершенно другой китайский сайт, dhgate.com. Вот, у кого-то есть, все их помнят, все их знают. Супер. Они видели только пигментированный гель-лак. Они действительно сушили гель-лаки или белые гели, да, очень быстро, 30-60 секунд, в зависимости от слоя, толщины и тому прочее. Но они не видели абсолютно прозрачку. Вообще не видели прозрачные, никакие гели и прозрачные гель-лаки. Они не видели компанию Креатив. Ну вот, да, шелак оригинальный. Такие цвета, как Капучино, кажется, он назывался, Бо. Еще какие-то у них были такие перламутровые. Вот в этих лампах они не сохли. После этого, следующим этапом, собственно говоря, пришли гибридные лампы. Вот, это одна из самых первых гибридных ламп. Девчонки, ей лет очень много. Ну, как много? Ей лет, наверное, пять. Нет, шесть. Шесть. Я ее купила, когда у меня моя дочка... Нет, пять лет. Когда у меня дочке годик, наверное, был. И, в общем, там мы даже познакомились с Полиной Рихтера, бывшей Васильевой, да, из Inspire School. Вот тогда вот эти вот лампочки пошли. Эту лампочку я покупала даже не в Китае, я ее покупала в Москве. И, насколько я помню, у Крэйзи Квина. Они их привезли, тогда эти лампы. В них 18 ватт. 18-ти ваттные. Столько не работаешь. Я очень уж давно работаю, поэтому, к сожалению, весь этап ламп я прошла на своем пути. Лампы меняю, обновляю и тому прочее. Собственно говоря, если мы на нее посмотрим, мы увидим, в ней появилась спираль, да, спиральная лампа. Это заменена обычная наша ультрафиолетовая лампочка, только в ней теперь не 9 ватт. Они все рабочие, да, у меня все рабочие лампы. Я их просто меняю, потому что... Собственно говоря, потом поговорим про плюсы и минусы каждой из них. Первый тип светодиодов, кругленький, да, и спиралька. Спиралька, которую можно было поменять, тут 12 ватт ультрафиолетового луча. И, собственно говоря, тут было... Нет, тут 24, 12 и 12 ватт, собственно говоря, наших вот этих светодиодиков. Таким образом, мы получали 24 ватта на общую лампочку. Они были еще 18-ти ваттными и тому прочее. После этого пошли кристаллики. Кристаллик выглядел практически идентично, как данная лампа. Она была такая, видите, маленькая, клевенькая. И, собственно говоря, сушила на тот момент гель-лайки, которые были 5 лет назад. Прекрасно. Свой срок службы она у меня, в принципе, отслужила. Я ее разбирала, поэтому у меня вот тут шуруп вылетает. Мне было интересно посмотреть, что внутри. После этого пошли кристаллы. Чем отличались кристаллы? Кристаллы я вам, к сожалению, не найду, но в кристаллах были заменены уже светодиоды. Вот такие светодиоды круглые, да, если мы на них посмотрим. Это увеличительное стекло, на самом деле, для светодиода. Следующий этап светодиодов начали делать в так называемых рассеянных углублениях. Вот так они начали выглядеть. Если вы посмотрите на следующий светодиод. Так, сейчас я вот эту лампочку уберу от нас и вам покажу, как выглядели следующие светодиоды. Вот, видите, они начали вставлять в углубления и такие светоотражатели для того, чтобы они, ваш луч, отражали во все стороны. Чтобы у вас не было слепых зон. Вот, это вот такой следующий. Собственно говоря, на этой лампе я работала год назад. Она у меня прослужила тоже очень-очень долго. В ней 48 ватт. Что это значит? Это значит, что наша спираль, привет, 12-ваттная, опять-таки, 12-ваттная спиралька ультрафиолетового луча. И все остальное это наши непосредственно светодиоды, которые тут есть. Вот в данной лампе они расположены, видите, вот в таком порядке. Приветик. Корпус лампы Neonail. В принципе, там еще кто-то такие делал. Тетя Ири, подойди. Собственно, привет. Приветик. Кристаллики были практически такие же, вот с такими светодиодиками. Еще были лампы полностью с СЦФЛ-ками. Они 48-ваттные были, где было 4 лампочки. Такие были тоже махины, в которых были только вот такие светодиоды. Даже не светодиоды, а лампы, да, спиральки. Любая спиралька 12 ватт. Помните об этом. Соответственно, чем эта лампа хороша была? Ну, и она есть. Многие на них работают. Тем, что на гель-лаки, которые были добавлены фотоинициаторы под LED лучи, на них действовали вот эти лучи, да, как бы, которые у нас идут... Не, у меня долго служат лампы. И, собственно говоря, на все, что у нас ультрафиолетовый фотоинициатор, работала только 12-ваттная лампочка. Да, познаглядела Женя. Ну, не то, чтобы я сделала свою, просто, да, скажем так. Так, следующий этап, соответственно, стали вот такие лампы, а их начали делать двух типов. Их начали делать гибридными, то бишь, когда у вас светодиоды и луч, да, лучевая. Такие же лампы начали делать только светодиодные. Например, в компании Neonel. У них лампа исключительно светодиодная. Вот тут, видите, сам светодиодик, вот он выглядит вот так. В этом светодиодике всего одна лампочка. И, соответственно, она сушит только одним спектром луча. После таких ламп, как говорится, материалы становятся круче, пигментация становится круче. Опять-таки, производители гелей, да, классических, строительных, начинают отходить от ультрафиолетовых фотоинициаторов, добавляют LED-фотоинициаторы, потому что ультрафиолетовые фотоинициаторы дают желчизну, как вы уже, думаю, знаете об этом. Они начинают желтить материал, она вообще хочется покристальней, попрозрачней, побелее, чтобы цвет сохранялся и тому прочее. Соответственно, следующее, что было сделано, да, это было сделано, на самом деле, не так давно, но это было сделано полтора года назад, и вышли так называемые двойные... Привет, тюмень. Вышли двойные лучи. Чем это круто? Собственно говоря, это появилась первая моя лампа. Это была первая лампа, извините, она уже такая у меня подгаженная, я ей год работаю. Вот такая лампа. Тут совершенно появился другой светодиод, абсолютно другой. Чем его стало в отличие? Отличие такого светодиода стало в том, что сам светодиод содержит две лампочки внутри. Привет, Юлечка, привет! Собственно говоря, стало две лампочки. Если мы сейчас приблизим, я попробую вам даже это показать. Вот у нас есть, видите, вот такая вот она. Такая одна лампочка, а там потом вторая лампочка. Так вот, один луч они сделали ультрафиолетовый, так называемый, короткий, и один светодиодный, так называемый, длинный. Чем, собственно говоря, зачем они все это сделали? Для разного типа материалов у вас работает я все говорю, Юлечка, я все рассказываю. Собственно говоря, чем стало круто? Первое, что они сделали, на мой взгляд, очень здорово. Они, во-первых, ее сильно удешевили в плане веса. Все эти лампы стали практически невесомыми, потому что любой луч, любая, да, как бы вот такая штука, она имеет вес, да, как бы имеет вес, вот эта спираль имеет вес, ее подсоединение имеет вес. То есть лампы стали действительно легче. Первое, да, то есть их проще с ними работать. На мой взгляд, это большой плюс. Второе, что, собственно, произошло? Ну, потому что она у меня рабочая на педикюре, извините, вот такая вот у меня. Это моя личная лампа, которой я пользуюсь вот уже год. Знаете, у меня клиенты не самые чистенькие, видите, вся такая в гель-лаке, но работает, пашет. Собственно, 48 ватт. Что имеется в виду под 48 ваттами? Это значит, что одновременно ваша лампа выдает 48 ватт на каждый луч. И, соответственно, если вы туда ставите материал, который у вас сохнет в ультрафиолете, который добавлен ультрафиолетовые фотоинициаторы, на него работает 48 ватт луча ультрафиолетового. И, соответственно, если там только фотоинициаторы под этот луч, ваш гель или гель-лак будет сохнуть там, положено там 2-3 минуты, в зависимости от того, сколько заявляет производитель. Если же в геле в этот момент, либо в строительном геле, либо в гель-лаке добавлено 2 типа фотоинициаторов, он сохнет гораздо быстрее. В этот момент он сохнет быстрее всего, по причине того, что на него воздействует уже не 48 ватт луча, а на него воздействует по факту 96 ватт луча, потому что на него идет луч как на LED, да, фотоинициатор, так и на ультрафиолетовый фотоинициатор. Это отвечает на вопрос, почему у вас база, например, горит очень сильно, да? Есть базы, которые меньше горят, есть базы, которые быстрее горят. Быстрее горят базы, в которых добавлены 2 типа фотоинициатора. Соответственно, у вас химическая реакция происходит гораздо быстрее, и из-за этого идет выделение тепла тоже быстрее и более резко. Поэтому в такие моменты 4 секунды вытаскиваем руки из лампы, чтобы ваши клиенты не обожглись еще что-нибудь. Ой, фетиш, да. Сейчас я вам включу какие-нибудь, она у меня просто не подключена, она умеет. Вот. Собственно говоря, пошли вот такие светодиоды, они начали отличаться. Первая компания, которая выпустила эти светодиоды, это компания SunOne. Они делают две линии на заводе, они делают линию, так называемую, на внутренний рынок Китая и экспортные лампы. Очень много кому, и из европейских, и американских компаний, они производят лампы под брендированием. Мама, хотите закончить, но Макдональдс пойдет. Пойдем, Макдональдс. Собственно говоря, SunOne это неплохо и нехорошо. SunOne это шикарный завод, даже их внутренние лампы, они замечательные. Проблема началась в другом. Проблема началась в том, что под компанию SunOne начали все заводы там делать, закупать у них светодиоды, либо подделывать эти светодиоды. Фирма у меня сейчас вот моя, Эмиль. Собственно говоря, SunOne, да, они рассчитаны на другое количество часов. У них хуже сборка, и они немножечко хуже сушат за счет того, что светодиоды есть 1-ваттные. Да, это полимеризация. Есть 2-ваттные светодиоды, и все зависит от того, какие светодиоды у вас туда. CND будет сохнуть быстрее некоторые цвета. Те цвета, которые идут только подув, они будут сохнуть свои положенные 2 минуты. Собственно говоря, поэтому вот такие лампы. Корпус оказался очень вообще идеальный. Все его любят теперь. Все его прям делают. Такую купить можно у меня. SunOne можно купить на Али, либо у представителей, кто возит SunOne. И вот моей год, видите, она загаженная вся, простите, вот. Собственно говоря, что начали делать потом наши любимые, как это прогресс пошел дальше. Китайцы очень любят забирать корпуса с популярных ламп. Если вы соберетесь когда-нибудь, вдруг... Это была моя очень дикая идея, и она не прошла тест-драйв, она вообще ничего не прошла. Берите с хорошими отзывами, либо ищите официальные. Кто возит именно SunOne, я потом расскажу, чем они отличаются. Они ножками отличаются и все. Если вы вдруг когда-нибудь захотите купить на Алиэкспрессе вот такую лампу, не совершайте, пожалуйста, эту глупость. Это была моя бешеная идея, которая потом пошла в массовое производство у китайцев. Это корпус взят от лампы OPI. Она была очень популярна. На самом деле, меня на эту мысль наткнула Вика Рулева, которая рассказывала, что OPI-евская лампа это ее прям must-have. Ей очень нравится, что она тяжелая, что она вот такая, она без дна. Ей это очень нравится. И возникла в моей больной голове идея сделать вот корпус от OPI-евской лампы и запихнула туда этот светодиод. Я не работала на OPI-евских лампах, поэтому идея оказалась при тестировании отвратительной. По одной простой причине. Вам нужно очень глубоко засунуть руку клиента, потому что все светодиоды начали располагать вот так. Их не сделали полностью. Тем самым сделали абсолютно слепую зону для большого пальца. Большие пальцы они расположили вот сюда. Если вы посмотрите, как это сделано. Сделано это на самом деле отвратительно. Но массовое производство и есть. На Алишке я их видела. Поэтому бешеная идея, судя по всему, моя пришлась китайцам по душе. Но при всем при этом оказалась редкостная какашка. Вот она у меня лежит. Видите, тестовым образцом. У нее вот тут вот все отваливается. Ну потому что это был тестовый образец. В общем, печалька. Про Сан-5 я сейчас расскажу, потому что у меня есть в корпусе Сан-5. Но без, как говорится, чего бы то ни было. Собственно, вот такая была бешеная идея. Отвратительная идея. Если увидите налички, не берите. Потратите кучу денег. На самом деле ужасная лампа. Честно вам скажу. Поэтому вот она есть, она живет. Иногда она живет в классе. Даже из класса мы ее брали, потому что клиенты не следят за руками и никому она не нравится. Поэтому, если вы вдруг захотите такую покупать, это ведерко на ручке не надо. Плохо. Сан-5. Очень красивый корпус. Все супер здорово. Вот они вот такие Сан-5. Потратые. Вот так они выглядят внутри. Вот такое дно. Красивый корпус. Согласна с вами абсолютно. Очень красивый корпус. Красиво то, что тут бегают цифры. Удобное расположение кнопочек. Все здорово и замечательно. Чем мне не нравится данная лампа? Понятно, что у нас те же самые светодиоды. Это замечательная лампа для гель-лака. Если вы моделирующий мастер, вам такая лампа не подходит. По одной простой причине. Для меня, по крайней мере, я рассказываю свои впечатления от того, что вот мне нравится. Если вам нравится эта лампа, возьмите, почему нет. Первый момент. Слепая зона. Вот это большая. Для такой лампы это очень большая слепая зона. При моделировании. Второй минус. Это пластиковое дно. Без. Вот. Сейчас мы про них тоже поговорим. Нету здесь абсолютно никакого зеркала. При ее ватности в 36 ватт, насколько я помню, санкетые, они 36 ваттные, если в ней нету дна блестящего, у вас не будет просыхать строительный гель. Вам нужно будет переворачивать руку. Потому что, когда лучи проходят, отображаются от зеркала, они отображаются еще в обратную сторону. Тем самым... Нет, они 36 ватткие. Санкт-пятые, они 36 ватта. Их других нету. Но мне не нравится. И еще такой момент, который мне очень не нравится. Когда вы включаете лампу, свет начинает проникать вот сюда. У меня, по крайней мере, вот в этом корпусе, он тут проникает. И все, что у вас... И все, что у вас на столе, может заполимеризоваться в виде, там, кисточек и все там прочее. Может быть, но вот на 100%, чтобы не было бутербродов, я все-таки люблю, когда светоотверждаемое дно. Хорошая лампа, но именно для меня, это мои ощущения. Я и говорю, если вам нравятся такие лампы, не вопрос, работайте. Я все-таки выбирала, да, лампы своим. Про Сан-9. Есть у меня где-то валяется Сан-9. Тоже есть у меня. Сейчас выпустила компания Сан-1. Они выпустили еще новые лампы. Они оказались безумно красивые, но тоже с черным дном. Очень сильно будут нагреваться. Пластиковые. Мне не очень понравились. Покупайте ту, которая вам нравится. Следующее, что сделали китайцы, они мне прислали этот, на самом деле, корпус. Не сильно. Да, возьми. Мне нравится Сан-1 больше, чем Сан-5 по корпусу, по функциональности. Шестую и сзади дырка, да. Вот сзади дырка вообще отвратительная. Мне вообще не понравилось. Тут мне китайцы прислали вот такой корпус. Вот, да, напоминает. Да, класс. Вот такой напоминает корпус стандартный под Нео-Нейл, да, либо под Сан-2. Немецкие покупки. 56 ватт, да, можно взять 56 ватт. Вот, сделали 48-ваттку. Сделали такой вот корпус. Внутри поставили сюда светодиоды, опять-таки, двухлучевые. Очень прикольный дизайн. Ну, не дизайн, как бы очень хорошее расположение светодиодов. Убрали практически слепую зону, ну, то есть, ее нет. На самом деле, как мы не поставим туда руку, да, там нам все будет везде светить. Это очень маленькое пространство. Слепой зоной его назвать даже нельзя. Опять-таки, внутри сделали отображение, да, зеркало. И дно, опять-таки, у нее зеркальное. Ой, очень прикольная Sun-2. Мне тоже нравится. Да, останется. Абоди, лампа производства Sun-1. Это тот же самый Sun-1, только с логотипом Абоди. Абоди – это китайская компания, которая мультибрендик, и они все просто своим логотипом. Но это на внутренний китайский рынок компания. То есть, у них нет своих заводов, если вы думаете, что это симпатичная лампа, но что меня в ней смутило, мне не нравится вот эта вот заглушка. Это мое именно, ну, как бы, просто моя эмоция. Мне не нравится заглушка, мне не нравится, что она повторяет форму Neonail, и мне не нравится, что, в принципе, каждый китайец клепает эту форму. То есть, это моя внутренняя такая вот ассоциация, да, мне не очень нравится. Поэтому, когда прислали вот эту форму, собственно говоря, из двух корпусов мы сделали наше сердечко, да. То есть, моя лампа с сердечком, она очень похожая. Да, кристаллики мы разговаривали, пересмотрите. Вот такая форма сердечком, экранчик, да, чтобы циферки будет сушить, но у вас она будет сушить еще все, что вокруг вас на столе. Что мне тут понравилось? Фиксируемый таймер, то есть, вам не нужно ни о чем думать. Тут идет отображение, сейчас я ее включу, она у меня, в принципе, подключена, ну, то есть, шнурочек от нее у меня тут есть на столе, по крайней мере. Вот тут валялся. То есть, чем мне именно этот, как бы, дизайн понравился, мы его, собственно, и возим. На сегодняшний день, я так понимаю, мы возим один. Они стоят по 7500, сейчас будет, правда, вот. То есть, идет фиксация, вот тут написано, сколько ватт, тут сенсорный, нужно долго подержать, чтобы она переключилась 24 ватта. Легкое, достаточно в управлении, мне нравится сердечко, ну, простите, мне нравится сердечко. Первые лампы были вот такие, тоже практически нету слепой зоны, ну, да, не считая вот тут вентилятора, вот мы ее включаем, вот такая вот лампочка. Единственное, что мы, это были самые первые лампы, я ей пользуюсь до сих пор, как бы, у Юли, такая, включение, да, вот это единственный момент недоработки, но, как бы, уже сделали, что сделали, поверьте, делать что-то, новые там дизайны, что-то, это очень долго, кропотливо, дорого, и, как бы, в общем, на сегодняшний день меня, как бы, все устраивает в этой лампе, классная, забавная, но мы ее доработали, на самом деле, Юли, вот, первая такая, лампа-зверь, но мы сделали ее еще, на самом деле, круче, следующий, кто взял эту, не переживайте, просто мы ее немножечко поменяли, мы ее сделали немножечко внутри, сейчас я вот прям открою ноги, эту лампочку, они очень классно упакованы, на этом заводе, у меня офигенные коробки, очень классно упаковку, вот так идет лампа, вот так она транспортируется, эта лампа вот в таких чехлах, то есть она не бьется, и как ее не кидать, мы ее сделали внутри, как почти сеновские лампы, увеличив количество светодиодов, и немножечко ее облегчили, чтобы на столе уж совсем гарантии, есть год, естественно, нашей стране нельзя ничего торговать без гарантии, но как бы все-таки сертификации на лампы тоже есть, поэтому вот они серийными номерами, поэтому как бы вот все хорошо, так что вот такую лампочку мы ее немножечко сделали, оставили в корпусе, который мне понравился, функционально она осталась точно такой же, как и была, да, отправляем, да, что срок годности 50 тысяч часов, в Краснодаре нет у нас представителей пока в Краснодаре, поэтому мы отправляем почту России, так что вот новые лампочки, они такие, по функционалу, нет ультрафиолетовой лампочки, в ней двойной светодиод, когда у вас двойной светодиод, у вас сохнут, сохнет абсолютно все, заказать, сейчас я вам чистенькую какую-нибудь, относительно, вот здесь, цена 7500, следующее, что мне прислали китайцы, ну, это вообще мои любимые мастхевы в отпуске, в смысле, горят, будет печь, к сожалению, чем быстрее у вас полимеризация, тем больше печет, санваны сделали вот такие смешные лампочки, девчонки, которые работают на ультрафиолетовых лампах, на обычных уфках, девчонки, вот эти фигни стоят рублей 300, ну, наверное, 400 может быть, ну, я не знаю, они прям копеечные, реально копеечные, вот таких можно, ну, пока они не перегорают, год гарантии, перегорят, починим, ну, вот, вот эти лампы, они не обслуживаемые, вот эти лампы, они не скрываемые, те лампы, они обслуживаемые, вот эти мы меняем, вот лампы сердечками, мы чиним, вот эти лампы я просто отобрала, честно говоря, у Санвана, когда была, так вот, если вы работаете на, вообще, на уфке, купите лучше себе вот такую вот малышку, и у вас будет некое счастье, потому что в этих малышках больше в итоге мощности, чем в ваших ультрафиолетовых лампах, большой чем плюс, когда у вас отключат, если вдруг у вас отключат электроэнергию, они работают от пауэрбанка, то есть это, знаете, я их держу, во-первых, я с ними езжу в отпуск, если вдруг что-то, да, да, в сердечках меняются светодиоды, их очень удобно использовать, они вот так закрываются, их можно вот так сушить, да, еще и можно иметь деньги проверять, не помню, сколько точно у них ватт, надо смотреть, не помню, надо коробку от них найти, но в итоге, вот давайте, вот такие лампы купить на Алиэкспрессе, я точно их возить не буду, вы знаете, это какой-то, но они прикольные, я же вам обещала рассказать про обзор того, что у меня есть, вот у меня такие есть, вот, ими можно денежку проверить, их можно вот так вот держать, нет, таких у меня не будет, слушайте, я вас умоляю, ну, не имеет смысла вообще, вот, мусор, ну, такой, 9 ватт, на самом деле, 9 ватт, которые сушат даже мои гель-лаки, гель-лаки Юли Белей, и нормально в них все сохнет, для гель-лаковой системы вам они подойдут, на самом деле, для гелевой системы нет, не подойдут, но это очень крутая штука, если у вас отключили электроэнергию, у вас есть пауэрбанк, да, и вы можете просушить, досушить клиента, дорожный вариант, опять-таки, да, если вы ездите на выезд, ну, то есть это легкое, что-то такое забавное, но помните о том, что у нее нету дна, и помните о том, что, да, для педикюра вообще, и базу, она пропекает, на самом деле, очень клевые игрушки, включаются, они через USB-провод, сейчас, ой, сейчас я без ногтей останусь, чувствую, сейчас я вам ее включу, сейчас я вам ее через пауэрбанк как раз-таки и включу, обычный USB, да, стандартный, все в ней сохнет, гель-лак, это под гель-лаковую систему, то есть не рассчитывайте на то, что вы там что-то будете сушить гелевое, ну, давайте все-таки будем, да, адекватные, вот она у меня работает, сейчас это пауэр, я не знаю, сколько такая стоит, сколько-то на Алишке они стоят, ищите, вот такие малышки, очень прикольно, удобно, в чем минус, для меня это гигантский минус, вот так вы поставили на стол, сейчас я вам подниму повыше, и вы поймете, посмотрите, какой спектр луча, вот это все, вот тут все у вас заполимеризуется, поэтому работают, гибридные, я вначале рассказала, то, что там 9-ваттная лампочка, да, обычная с ЦФЛ, и тому прочее, чем плюс, у нее тут, кажется, таймер есть, вот, у нее два таймера, она выключится, это новая какая-то модификация, на самом деле, они сейчас собираются сделать, по секрету вам расскажу, они собираются сделать вот такие, огромнейшие, вот такие лампочки на ножках, то есть она вот такая она, размера с планшет, ну, не знаю вообще, для гелевой системы, мощная лампа, от 48-ми ватт, да, все спрятать вокруг, но она копеечная, дорожный вариант, отлично говорю, я езжу вот с такой лампой, на выставку, я езжу с такими лампами, в дорогу, да, как фонарик, и опять-таки, новая 16 тысяч, да, это вообще вертолет, следующая, которая вы увидите, наверняка вы увидите ее, на Алиэкспрессе, лампа выглядит вот так, вот так она выглядит, вот такая вот у нее, очень напоминает Сан-5, только чуть побольше, опять-таки, мне не нравится вот это дно, ну, не знаю почему, я как-то к нему очень, как-то не нравится оно мне, чем плюс, у нее очень хорошая защелка, ничего нигде не светится вокруг, это очень круто, они идут в двух типах, это не Боинг, это вообще, это вообще другая лампа, вот эта лампа работает еще на аккумуляторах, не знаю, не видела, чтобы их кто-то тут возил, но дно неудобное, мне не очень и неудобно руку держать, ну, лично мне, лично мне неудобно, лучше вообще без дна, ну, и, собственно говоря, следующая, да, лампа, которая у меня есть, это мой Боинг, опять-таки, да, это уже все лампы идут с двойными светодиодами, абсолютно все они идут с двойными светодиодами, потому что сейчас уже не имеет смысла выпускать какие-то другие лампы, а то, что сейчас продается там просто обычный светодиод, это уже, знаете, такой некий, ТНЛ, ТНЛовская лампа, это, я не очень уверена, что это завод Санвана, по поводу Санвана, да, Санвана идет очень много подделок, и рынок Санванов ушел сейчас в ценовую категорию ниже Плинтуса, и если вы видите лампу Санван там за тысячу рублей, девчонки, вы поймите сами, да, как бы люди тоже там на них что-то заработали, вы готовы работать лампой там за 500 рублей? Нет, у Эми не знает двойные светодиоды или не двойные, к сожалению, не могу вам об этом сказать, так, следующая моя, мой пропеллер, следующий мой пропеллер, это вот такой, у меня стоит образец без аккумулятора, смарт-лампы, ничего про них не скажу, потому что мне что-то подсказывает, что это там же, где и я, экспортный вариант, вот такой, значит, в общем, вот такой вот вертолет, у меня образец без аккумулятора, вообще в продаже у нас все образцы идут с аккумулятора, просто если я брала одну без аккумулятора, мне как бы она, мне не нужно, собственно, что мы тут имеем, мы имеем тут 72 ватта, идет переключение, соответственно, да, либо 72, либо 36, и имеются таймеры, это все лампы личные, я больная, извините, я больная на лампы, и вообще я все тестирую через руки, тяжело, да, взять что-то и сказать, что это круто, когда у вас не было чего-то другого, поэтому это все мое, все эти лампы, вот это вот все, как вы видите, это все мое, все моне, все мое, что-то у меня стоит в классе, что-то у меня стоит, с чем-то я работала, я не говорила премии, бы не брала, боинг стоит 16 тысяч, в общем, вот он такой огромный, у него есть плюс, кнопка, да, выключения, оставили в сети, выключили ее, и все, да, в общем, да, больная Женя, собственно, внутри, да, как она выглядит, железное дно, железный корпус внутри, слепой зоны нету, нет у нее вообще слепой зоны, и у нее нет совершенно дна, то есть эта лампа идет без дна, потому что 72 ватта, вам просушит вообще все, то есть в этой лампе сохнет, я не знаю, все очень-очень-очень быстро, да, это самая новая лампа, 72 ватта, вот такой без дна, но при всем при этом, когда она у вас стоит, у вас ничего нигде не рассеивается, поэтому вот такой боинг, да, она дорогая, ничего не могу сказать, и как бы, ну, толстый слой печет, конечно, будет печь, гарантия один год, все как всегда, как бы гарантия, вот на эту лампу 16 тысяч цена, то есть это самая такая дорогая из моих всех ламп, но, знаете, она, мне кажется, стоит того, учитывая, что на рынке сейчас куча ламп, которые сильно уступают, и точно по такой же цене, поэтому, ну, мне кажется, она сильно адекватна, но это боинг, ее большой плюс в том, что в ней можно, соответственно, сушить две руки, туда влезать две руки, я сейчас пользуюсь боингом, вот он у меня стоит на столе, и пользуюсь вот таким сердечком, а на педикюре у меня вот эти лампы, у меня их две на педикюре, то есть, знаете, у меня идет градация, я беру себе новую лампу на руки, потом у меня идет вторая лампа, появляется, я отправляю одну на педикюр, одну я отправляю в классу, мне, ну, это и серия такая, рандомность выборки, ну, то есть, у меня все это, я ничего не выкидываю, я все храню, я, знаете, как этот, один большой хранитель всего, да, на сайте Minnails можно все заказать, есть в наличии, у меня три лампы, которыми занимаюсь я, на сегодняшний день, да, это первые, как вы их называете, Sun One, но это не Sun One, есть лампы, были Sun 9, но сейчас именно я, который вот а-ля Sun 9, да, там, я ими не занимаюсь, у сердечки такая же цена, как и у первой, 7500, по поводу мостиков, мостик я вам сейчас попробую, так, на сайт, скрин, сейчас вот, держите, сейчас я вам попробую найти мостик, сейчас, где-то у меня тут кусался, где-то у меня был мой мостик, вот он мой мостик, слушайте, он еще более загаженный, чем все остальное, сейчас я его отутру, чтобы вы меня сейчас загнобите со всем, что у меня загаженная лампа, сейчас меня будут кусать, так вот, именно этими лампами я лично не заниматься больше не буду, ну, то есть я их просто не буду возить, но их привезла компания Yoko, под своим брендом, у меня будут лампы компании Yoko, да, вот эти маленькие мостики, на них получили безумно хорошую цену, и как бы они адекватно стоят, опять-таки, напоминаю, лампы экспортные, то есть они не будут стоить 500 рублей, да, но они совсем другой сборки, совсем другого качества, поэтому тоже это учитывайте, да, как бы когда говорите о том, что, ой, там на Али дешевле, да дешевле, никто не спорит, просто гарантию не все предоставляют, да, и как бы, как бы вот, слушайте, она была совсем, мужик, и зовут, вот такая вот лампочка, она сделана в виде мостика, для меня она идеальна на педикюр, в принципе, потому что она, во-первых, легкая, я ее держу одной рукой и ставлю прям на ногу, да, вижу, минус, для меня, опять-таки, на педикюре не страшно, на руках точно нет, для меня пустой экран, включили, все вокруг вас, опять-таки, запомиеризовалось, для меня это неприемлемо, потому что у меня, да простите меня, реально на столе вечный срач, куча банок, кистей, все это валяется, половина закрыта, половина не закрыта, у меня творческий беспорядок, а, ну, рабочий, у меня, девчонки, у меня все лампы рабочие, я всем пользуюсь, поэтому, гелия, она тоже полимеризует, в ней 24 ватта всего, она не регулируется, есть, вот, одна кнопочка, да, 60 секунд, 90 секунд, все, вот такие лампы, их можно купить в компании Йока, их можно будет, опять-таки, с логотипом Йока купить у меня, через какое-то время, и, их, опять-таки, можно будет купить у любого представителя Йока, который есть, что еще, но не все гели, мощности маловато, все-таки, знаете, мощности маловато, в ней 24 ватта, все-таки маловато, но, что-то сушит, какие бывают еще, бывает лампа Sun 2, опять-таки, она бывает двух типов, она бывает, у меня ее, к сожалению, сейчас нету, она бывает экспортная и внутреннего рынка, у нее симпатичный круглый дизайнчик, внутри железная, она внутри очень похожа на вот эти лампы, только внутри она железная, при точно такой же мощности, более симпатичный дизайн, сменные накладки, у меня ее, к сожалению, нету, да, запросто, вообще, опять-таки, не забывайте о том, что бутылки бывают с одной защитой, бывают с двумя защитами, с тремя защитами, тоже от проникновения ультрафиолетовых лучей, так, простите меня, две минуты, прям секунду, я глоток сделаю водой, а то у меня сейчас голос сядет, и будет Женя без голоса, никому не нужна, собственно, такие вот лампы, то, что есть сейчас, поэтому, работая на каком-то определенном материале, тоже, да, понимаете, как бы, где, что, вы, как будете, да, чем работать, переходя на, давайте так, тенденция материалов идет к более пигментированному, да, в содержание пигмента, к добавлению, к добавлению, да, фотоинициаторов ледовских, чтобы не было желтизны, поменять цвет, там, выгорание, еще что-то, работает она почти годно, начинает немного мощность терять, нет, не может она мощность терять, они сразу умрут, ну, то есть, ну, не теряют мощность, странно, очень странно, поэтому, ну, первый раз такое, на самом деле, слышу, так, сейчас я глоток сделаю, чего-нибудь, глоток, и вернусь к вам опять, вот, поэтому, про санван, чем отличие, хорошее, вернее, правильно, первое, смотрите, оригинальный санван, да, они просто сгорают, у санвана нету ножек, это первое отличие, которое вы должны обратить внимание, санвановского завода, нету ножек, ну, 24 ватта идеально для ног, нет ножек, если вы заметьте, для чего это сделано, на самом деле, это сделано очень, по одной простой, классной причине, для меня, вы за, ваш клиент, за время эксплуатации, загадит вам абсолютно, вот это все дно, да, вот оно у вас будет загажено, видите, вы видите меня, мое отражение, для чего это сделано, загадили, взяли, перевернули, и работаем дальше, видите, вот у меня оно уже такое, подзагаженное, когда у вас тут находятся ножки, вы уже ничего не перевернете, опять-таки, без разницы, какой стороной вы это дно прикрепите, этой стороной, или вот этой стороной, абсолютно вообще не важно, следующий этап, вот тут вот сделаны большие магниты, они утоплены вниз, на подделках это маленькие магниты, санвановские лампы светят белым лучом, разница между экспортной и, да, не экспортной, первое, ну, это гарантия, второе, это разное время работы светодиодов, рассчитанность, и разная, на самом деле, линия сборки, была на заводе, точно вам на 100% об этом скажу, разные линии сборки, разные уровни проверки этих ламп, поэтому, ну, и цена у них сильно отличается, да, на санваны и не на санваны, ну, просто чтобы вы не думали, тут ваш выбор, да, она останется, ваш выбор взять, да, вот у меня тоже, видите, все загажено, на самом деле, клиенты, конечно, не берегут лампочки, ну, и ладно, поэтому, у этих у меня ламп 7500, цена, вот на эту и с сердечком, на Боинг, 16000, соответственно, чем дешевле вы находите эту лампу, я вас разочарую, это не продавец, менее там, жадный, а цена вашего захода, гораздо ниже, сейчас эти лампы начинают продавать, я уже видела, и за полторы тысячи рублей, ну, девчонки, ну, не знаю, мне вот не хочется, чтобы она сгорела у меня, вместе с руками, клиенты, потому что вы сами понимаете, что там за 10-12 тысяч рублей, ну, там, за 1000 рублей, в общем, как-то грусть-печаль, как вы понимаете, там 1000 рублей, хорошие вещи стоить просто не может, я поездила по Китаю, я поездила по фабрикам, сейчас ситуация вот с такими лампами, такая же ситуация, как с гироциклами, если вы знаете, это такой электротранспорт, на колесиках такая площадочка, два колесика, да, можно, собственно говоря, разные кнопки, у оригинала, не у оригинала, светят по-разному, разный принт, Санвановский завод не менял принт на своих лампах, которые именно Санвановские, ничего они новенького не добавляли, это идут внутренние подделки, чем еще отличается, отличается с ватностью диода, бывают двухватные светодиоды, бывают одноватные, бывают полуватные светодиоды, соответственно, если у вас Санван ничего не сушит, да, как бы лампа там, вы говорите, что там кто-нибудь, я купила там Санван, он у меня ничего не сушит, но вы купили очень плохой Санван, который у вас действительно что-то не сушит, и у вас луч не пробивает, ему мощности, на самом деле, не 48 ватт, а там может быть 24 ватта, и, в общем-то, может быть гораздо меньше ватт, чем заявлено производителем, этим все вот эти подделки, собственно говоря, и плохи тем, что Китай такой Китай, при одинаковом внешнем виде вы можете получить гироцикл, в котором вместо батарейки насыпан песочек, у нас были такие, у меня муж вот, то есть там рынок почти как с гироциклами, так же с этими лампами, поэтому если уж вы хотите там подешевле купить, да, где-нибудь на Алиэкспрессе выберите дорогую цену просто, потому что, ну, подделку вам задорого, никто не отправит, там есть рейтинг продавцов и тому прочее, поэтому ищите что-нибудь там, либо с фирменного там, у них есть розничный отдел продаж, да, они сами себя подделывают, это такая, знаете, страна копирайтов, я ее очень люблю, но на этом рынке есть как очень дорогие и качественные вещи, так и очень дешевые подделки под вот эти дорогие и качественные вещи, поэтому тоже нужно понимать, что все абсолютно разное и как бы при одинаковом там, внешнем виде, это абсолютно все разное, поэтому я вот рассказала с тем, что пользовалась, в санване лампочки не меняются, там выгорает блок, они выгорают блоками, если они выгорели там, ну, в течение там года, они выгорят, а если нет, то нет, еще такой момент, оригинальные лампы очень чувствительны к перепаду электроэнергии, они мощные, они очень-очень мощные, и они на это реагируют, поэтому уходя с работы, вытаскивайте там штекер из розетки, да, оставляйте лампочку одну, одинешеньку, да, всегда дорогая, качественная, поэтому вот дорого и качественно, да, стараюсь все-таки привозить, ну, как бы не стараюсь, и я работаю только с производителями, и в сердечке лампочки меняются, в сан, ну, вот, похожие на сан, нет, не меняются, давайте так, чисто теоретически можно, если три перегорели и три мигают, если вы покупали у нас, то к нам на обмен, если покупали не у вас, у вас умерла лампа, она скоро у вас умрет совсем, вот, поэтому как-то так, что вам было полезно, про лампочки, в общем, типов много, про все вроде бы рассказала, выбирать вам, что есть, что нету, что сейчас на рынке есть, и чего покупать точно не стоит, не покупайте никогда дешевые, совсем на Алине, не покупайте лампы за тысячу рублей, так, что там про инструменты, пропустила вопрос, пропустила, пропустила, Женя пропустила вопрос, повторите вопрос, пожалуйста, пожалуйста, вот, соответственно, чем у вас, любой в электрике, у меня как раз, не поняла, не пиши, полезный, супер, на самом деле, сделаю вам обзор, еще по аппаратам, потому что аппаратов у меня, практически столько же, сколько ламп, поэтому давайте завтра, завтра вечером, я точно скажу во сколько, мы сделаем с вами обзор по аппаратам, потому что, диамант, это кто такие вообще, с Али пользуюсь, могу купить мусор на Али, а, есть еще LED фонарики, но это совсем такая 9-ватка, ну, то есть, это не гель-лак сушить, да, что-то зацепить, значит, у тебя где-то перебой идет по электроэнергии, рассказать про курс маникюр, про аппаратный маникюр, собственно говоря, почти, почти, ну, не почти, теории много даю, чтобы вы закрыли все свои пробелы, вообще по маникюру, да, ну, то есть, начиная с нуля, показываю, как это делаю, провод от вашей новой лампы, переходите, слушайте, все равно у меня под столом, я вам сейчас попробую, ну, обычный, обычный, ну, как бы, провод, не отстегну вам его сейчас, к сожалению, вам его оттенит, он тоже двух, двухсоставный, нет, да, двухсоставный переходник, как от компьютера, в новых лампах, ну, вот, в разных лампах разные переходники, поэтому они не, у меня держатся, все нормально, у меня вообще там все скручено под столом, да, тоже могут мигать, инфракрасные датчики, в общем, обзор аппаратов, разберем, у меня есть немножечко вот такого добра, у меня есть немножечко вот такого добра, у меня огромное количество разных стронгов, от 210, да, там, до Авроры, 90, 200, какие там они, 201, я уже не помню, какие они были, в общем, стронгов много, в классе разные, есть китайский аппаратик, который я тоже покажу, есть такой маленький фигня аппаратик, как я его называю на батарейках, в общем, куча вариантов, вам покажу, расскажу плюсы и минусы, опять-таки, они стоят разных денег, да, и вы на любой вкус, на любой кошелек, вы сможете что-то выбрать для себя, если вы там ищите аппарат, я просто, опять-таки, поделюсь своим мнением, потому что, видите, кому-то нравится Sun 5, лично мне, да, он просто не нравится, он у меня стоит в классе на гель-лаке, моделировать в нем гель я уже не буду, то есть я буду моделировать в своих лампах, тут, знаете, тут вопрос от запроса, как бы, я вот в отпуске могу и вот такой лампочкой поработать, и вот с такой лампочкой я, например, езжу на завод, вот у меня лампочка, с которой я езжу на завод, вот стырила, да, себе лампочек, радуюсь, как это, как ребенок, они такие милые, вот это вообще похоже на мышку Apple, вот у меня мышка у Apple, точно такая, зачем такое количество ламп? Ну, потому что он аппарат как аппарат, господи, отличная ручка, удобная, мне очень нравится, но вот у поставщика они закончились, поэтому ищу, ищу кого-нибудь, чтобы такого же они были хорошего качества, поэтому, почему столько ламп? В первую очередь, да, они все без металла, они на самом деле, полегче и получше, вот, ну, не получше, но очень круче они на самом деле, чуть-чуть, чуть-чуть, капельку, тот, кто купил в металле, не расстраивайтесь, у вас тоже все хорошо, но просто меня, это называется, нас с заводом понесло, поэтому, несет нас иногда в странные стороны, по поводу, зачем мне столько ламп, в первую очередь, давайте так, я их продавец, да, как бы я продаю лампы, и для того, чтобы выбрать что-то крутое, и прикольное, и удобное, и удобное, опять-таки, все субъективно, то, что, чем я торгую, я торгую для себя, да, то, что удобно было, в первую очередь, мне, что было круто, что было, ну, не знаю, как бы люди все разные, аппаратами пока нет, вот, поэтому, я выбираю то, что удобно, или круто мне, опять-таки, да, я привожу лампы, мне что-то завод присылает, какие-то лампы, да, на тест, потому что, как, знаете, работаю там даже год, там два с заводом, уже, когда вы делаете какие-то, сердечки гель просыхает, все отлично сердечком, там такой же тип светодиодов, просто, когда вы что-то делаете, да, это не готовое, но, как бы, как сравнить, да, что будет круто, что будет удобно, что будет эргономично, либо неэргономично, в общем, на всем надо поработать, все надо понять, посмотреть, пощупать, в общем, как-то так, тоже приезжала, вот, когда последний раз, да, на завод на Сан-Вановске, они сделали новые лампы, а для меня, ну, то есть, я их никогда не повезу, потому что, они настолько неудобны, ну, вот, я как мастер, там, с многолетним стажем, опять-таки, я работающий, да, инструктор, ну, то есть, у меня есть клиенты, я пилю, и я пилю, ну, пусть не так много, но, 20, там, человек в месяц через меня проходят, и я хочу, чтобы эти 20 человек в месяц, которые через меня проходят, мне было комфортно работать, и, как бы, ну, это тоже такое немаленькое количество, да, клиентов, поэтому, ну, как-то, соответственно, выбираю то, что мне нравится, кто-то может со мной согласиться, кто-то может со мной не согласиться, это абсолютно нормально, потому что все люди разные, и всем нужно абсолютно разное, вот, в общем, как так, надеюсь, вам это было полезно, вы там разобрались, опять-таки, во сколько у вас 25 начнется праздник, 25, я думаю, мы начнем праздник в часиках в 11, в 12, сейчас мы подумаем, с девчонками все согласуем, сделаем официальное объявление, вот, сейчас все от Светы, Света, во сколько ты сможешь, вот мы так это, и стартанем, соответственно, будут шарики, что-нибудь сделаем, какие-нибудь скидочки в магазине, если вы захотите что-то купить, не знаю, сделаю мастер-класс, да и просто посидеть, пообщаться, поотвечать на вопросы, в 7 утра, мы можем в 7 утра, во сколько эфир, я выложу чуть попозже, потому что мне нужно определиться, во сколько я завтра, там у меня свои есть, немножко дела, и скидки устроим, что-нибудь устроим, ну, хочется что-то, годик все-таки, знаете, вообще, за год, вот, год, нам годик, и поэтому, ты будешь попу греть, это шикарно, и колбасу вести, да колбасу мы купим, закажем пиццу, слушай, не знаю, что-нибудь придумаем, у меня в инстаграме ник Евгения Имень, точно такой же, как и тут, у нас есть инстаграм имени Нейлс, это чисто магазин, наша продукция, и мы выкладываем фотографии, работ на наши продукции, соответственно, вот он, инстаграм имени Нейлс, это магазин инстаграм, мой личный Евгений Имень, как и тут, город Москва у нас, вот, находимся мы на Филевском парке, так что всегда можете приехать и по витринам полазить, у нас есть только, не только мы, у нас есть еще и продукция компании Юли Белей, и Байденс Леген, да, есть компания Йока, вот, так что сможете прийти, мы будем тусить, хочется хорошее настроение, какое-то такое, в общем, я отдохнувшая, меня вообще нетрудно найти, меня по фамилии Имень, вы можете еще подписаться на все страницы, которые есть, поэтому, просто забивайте Имень и инстаграм вам вызов, все мои, да, приезжай, конечно, от метро, нет, вообще от метро мы находимся 5 минут, поэтому мы тут совсем близко, вот, в общем, надеюсь, вам все это было интересно, задорно, завтра выйдем про, расскажу про аппараты, опять-таки, которые есть у меня, он так и называется, Имень, ну, Имень Нелс, метро, Филевский парк, мы на западе Москвы находимся, у нас тут и Клаус, и я, и наши витрины со складиком, то есть мы тут все вместе тусуемся, вот, так что сделаем объявление, завтра аппараты, опять-таки, напоминаю, кто хотел, адрес куда ехать, Олега Дуднича, дом 27, офис 7, это магазин, опять-таки, напоминаю, что будет 21 июня аппаратка, закрываю запись 19 июня, так что, если вы хотите на аппаратку попасть, пишите, ну, у нас тут есть и класс, и все, мы вообще находимся, просто не жилое помещение у нас, вот первый этаж в доме, число у нас будет 25, все это сделаем пост, красивый, вот они мне что-нибудь оформят, Анечка, правда, что-нибудь не оформишь, я безрукая, безножная, как это, как всегда, все, мои хорошие, я вас целую, аппаратный вживую, 22 числа, 21 будет онлайн, аппаратный есть вживую, он будет 22 числа, в инстаграме есть адрес, да, есть, все есть, можете позвонить, там есть номер телефона, магазин, мы всегда на связи, все, всех целую, ноги когда, сделаю ноги, честно, честно обещаю, сделаю, сделаю, вот, прям цена, онлайн стоит 1000 рублей, живой курс стоит вживую, 8000 рублей, у вас отработка на двух моделей, прям, ну, такой жестокий курс для вас, я вам немножечко голову взрываю, вот, вообще, ну, на самом деле, мы пробегаемся по всему, и аппаратка это основное, ну, и отвечаем на все остальные вопросы, если, да, он однодневный, но, кто у меня был на живом курсе, я думаю, что скажут, что он такой жестокий немного в информативном плане, да, и онлайн-то жестокий в информативном плане, ну, ничего, я люблю заставлять людей думать, это прям ко мне, не совсем с нуля, если у вас есть хотя бы базовое обучение, да, там, диплом по маникюру, то можно, по наращиванию, да, был курс живой, но он у нас не набрался, он есть с Анкой, у нас мы вместе, да, была, вот и работает, классика, классики нет, классику идите к Юле Харчелове, она шикарный инструктор по классике, либо к Антипу Вольге, то есть, как бы, цена кого, живого курса по аппаратке, 8000 рублей, вот, запись тоже, вот по этому номеру телефона, там мои девчонки всем отвечают, все, мои хорошие, по наращиванию, 25000 рублей стоил, вот, завтра будет по аппаратам обзор, у меня, опять-таки, сделаю обзор, потому что у меня есть, по тому, чем я не работала, либо у меня этого нету, я вам обзор, соответственно, сделать никак не могу, ибо я это не пробовала, а говорить о своих догадках или о чем-то, это неправильно, некорректно и непрофессионально, поэтому говорю только о том, что держала, щупала, пробовала, работала и тому прочее, все, мои хорошие, до завтра, всех целую, всех люблю, пошла развлекать ребенка, пока-пока!